Этот мужчина в медицинской маске попал в обзор сразу нескольких камер видеонаблюдения в северном округе Москвы. Пожилым местным жителям вместе со своими подельниками он всегда обещал прибыль и всевозможные льготы, а в итоге приносил лишь потери. Было установлено, что злоумышленники представлялись сотрудниками пенсионного фонда и предлагали пожилым людям получить денежную компенсацию либо путевку в санаторий. Для их предоставления требовалось подписать заявление, а также показать паспорт и банковскую карту для сверки персональных данных. Как выяснили стражи порядка, у афериста было двое подельников – мужчина и женщина. По версии полицейских, мужчина доставлял злоумышленника на место, женщина предварительно созванивалась с будущими жертвами и узнавала у них все детали. С кем проживают старики, сколько денег на их банковских картах и, главное, пин-коды от них. Это нужно было для того, чтобы при встрече быстро подменить карты потерпевших и спокойно опустошить их счета. Так случилось с 88-летней москвичкой Тамарой Николаевной. Она сама все рассказала по телефону звонившей ей незнакомки. Она говорит, у вас есть книжка? Я говорю, да. И я сказала, она говорит, а сколько у вас там денег? У меня было, в общем, два счета, и они мне сняли с одного 530, а с другого 170 тысяч. Вскоре после визита мужчины в маске деньги со счета пропали. Пенсионерка обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. А с кем совершали преступление? Не совершали преступление. Брат мужчины пока в статусе свидетеля, а вот незнакомку, которая обзванивала потерпевших, полицейские сейчас разыскивают. Сколько всего москвичей удалось обмануть злоумышленникам, а также точную сумму ущерба, следователи устанавливают. По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Елена Бабаева, Петровка, 38.